Сейчас похибичим. Слушай, а может мне надо? Что нужно? Не мешай. А молочка не хочешь? Ну, Торо! Ладно. Алхимик. Лесной фермер. Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Ксеназус. На этом самом месте мы сегодня будем разбирать, как законтрить Алхимика. Кто будет для него врагом? Кто будет для него коровом? И кто будет для него другом? Также сегодня мы разберем, как замедлить его фарм? Как не дать ему расфармливаться настолько быстро? Насколько ему позволяет сейчас мета 85-й карты? И, конечно же, ребятки, я покажу несколько фишек, комбинаций. И это все мы сегодня разберем. И, конечно же, вот эта прекрасная маечка. Я не могу ей просто не похвастаться. Так что, ребятки, вот такая тема. Не скипайте, досматривайте до конца. Обязательно влепите лайк. И что ж, мы начинаем. Перейдем к первым фишкам, которые не позволят Алхимику идти быстро на пуш оппонентов. Поехали! Первое, что самое важное, это не дать Алхимику на начальной стадии взять вот эту прекрасную монетку, которая арестается на первой минуте игры, а именно на 0-0-0-0-0. Как правило, Алхимику помогают забрать в пятером или в четвером монетку, чтобы Алхимику дать небольшой буст, а именно 500 монет. Если вы предотвратите получение Алхимику вот этих 500 монеточек, ну не всех 500 монет, то есть 500 монет это очень много, ну 500 золотых, вы поняли, в общем, вот эти тугрики, которые у нас тут есть. Если Алхимик их получит, то, скорее всего, он возьмет сапог и сможет себе еще подстакивать либо какие-то эти кемпы, либо потом вот эти, если он играет за скоржей. Если, забрав монетку Алхимика, вы приостановите его фарм чуть-чуть, чуть-чуть, но приостановите. Ну, короче, вот так вот. И сейчас перейдем к следующей фишке. Следующее, что вам необходимо сделать, это, конечно же, заблочить все кемпы респауна крипов для того, чтобы Алхимик не фармил. Если у Алхимика не будет фарма и не будет никаких дополнительных бонусов, а именно лесных крипов, то, конечно же, он будет фармить намного медленнее. Как правило, достаточно поставить один сентри в кемп для того, чтобы не резались нейтралы, как вы сейчас это видите у себя на экранах. Очень просто это все сделать. Достаточно поставить в хитбокс, просто какой-нибудь сентри или обсерв. Также это можно сделать и здесь в лесу, поставить либо вот сюда, либо вот сюда, либо вот сюда сентричок, либо вот сюда, либо вот сюда. Это позволит заблочить на 4 минуты кемпы, и Алхимик не сможет не подстакивать себе крипов, не подфармливать дополнительные. И это будет эффективный контроль против фармящего химика. Что ж, ребята, не говоря уже о том, что Алхимика можно просто загангать, несмотря на какой линии он стоял, но, как правило, стоит он на центральной линии и на центре. Он очень уязвим к гангу. А именно, у Алхимика нету армора, нету эскейпа. Это просто кусочек корма для оппонентов. Но, но, Алхимик тоже может огрызаться, но до получения 6 уровня его убивать намного легче. Но с получением 6 уровня, конечно, намного тяжелее. Это логично. Поэтому, не говоря уже о том, что его можно загангать, переходим, конечно же, к контрпику Алхимика. Контрпик Алхимика у нас вот эта веточка. Это персонажи, которые с легкостью справляются с этим жестким героем, а именно Алхимиком. Окей. Смотрим, кто у нас тут первый стоит. Тут у нас тут стоит первый Сларк. Почему Сларк может законтрить Алхимика? В начальной стадии Сларк может не дать ему пофармить спокойно, потому что он может его просто гнобить с помощью лотара и спокойно даже пробивать через ультимейт, стягивая стат. Ведь у Алхимика нету армора, а, соответственно, все, кто будут вносить какой-то физикал урон, будут сильнее, чем Алхимик на ранних стадиях. Но в лейтгейме, конечно, Сларку немножко придется попотеть, потому что Алхимик будет очень мобильный и очень жесткий. Также Найкс может не дать Алхимику ничего сделать. Найкс вообще в целом это очень сильная контра всех силачей, а Алхимик у нас силач, так при этом еще и без армора. Соответственно, может у нас Найкс спокойно будет разгрызать этого персонажа, а именно Алхимика, и, конечно же, просто его уничтожит. Самой сильной контрой Алхимика является аппарат, потому что аппарат полностью, полностью выключает весь реген на Алхимике с помощью своего ультимейта. С покупкой Аганима на аппарате ультимейт становится длительностью очень большой, именно 17 секунд. И, конечно же, 17 секунд Алхимик не сможет регениться, а это почти вся длительность его ультимейта. Если честно, когда я вижу аппарат АВС Алхимика, я очень часто играю на Алхимике, и, конечно же, приходится собирать БКП, потому что в БКП я хотя бы смогу не умереть какое-то время, и вдруг, если у меня было лоу ХП, а еще Алхимику часто собирают Армлет, и Армлет нельзя юзать во время Айс Бласты. И это является жесткой контроль Алхимика. Я считаю, что это один из лучших контрпиков Алхимика. Далее, кто у нас тут есть? Инвокер. Почему здесь у нас инвокер? Инвокер может вносить много урона с руки, тем самым не давать Алхимику в начальной стадии фармить, не говоря уже о тех кнопках, которые будут не позволять ему передвигаться по драке. Торнадо, стенка, колдснап, это все спокойно законтрит этого персонажа. И, конечно же, не даст ему вообще ничего. Не считая уже тех Алакрити, которые вы будете спамить на линии, и, возможно, не дадите Алхимику подходить к крипам. А ведь начальный фарм Алхимику очень важен для того, чтобы сделать какие-то ранние артефакты по типу Армлета, и, конечно же, продолжает двигаться далее. А именно, выформить Радик, купить Даггер, Тревел, и уже ломать все стороны. Так что, вот такая вот небольшая контра. Следующий, кто у нас тут в списочке, это, конечно же, Клинкс. Все вы знаете, что второй спелл Клинкза, это у нас физический урон, а у Алхимика нету Армора. Соответственно, на лайне Бонник будет очень сильно напрягать Алхимика, и не даст Алхимику вообще в целом ничего. Единственное, что может помешать, это Ацит Алхимика. Ацит Алхимика очень сильно бьет Бонника. У Бонника, несмотря на то, что чуть-чуть побольше Армора, но все равно будет очень-очень больно. Но в целом, я считаю, что Бонник может с легкостью справляться с Алхимиком тема. Следующий персонаж, который у нас тут есть, это Дестроер. Дестроер сможет закошмарить Алхимика Астралами, несмотря на то, что Армора тут побольше, чем у Бонника, Ацитом тоже будет больно, но сможет он простоять. При этом еще у нас тут есть такая приколюха, что у нас, в принципе, разума не так уж и много. И это очень хорошо для Дестроера, потому что он сможет с ультимейта сносить больше, чем половину HP, а это очень годно. Ну и еще, конечно же, сможет откачивать его второй спелл, конечно же, Астралом, либо заточить и четко по таймингу, чтобы Алхимик, когда вылез, он взорвался. Это тоже можно применять. Очень хорошая контра. Следующая контра, которая у нас тут есть, это, конечно же, Урса. Урса, это вообще просто фирузщик, вы все это знаете, это просто имба. Знаете, почему Урса контрит Алхимика? Потому что Алхимик будет стоять с Урсой Лайни один на один, и, конечно же, Урса не будет давать ему фармить в целом. Настакивая Алхимику увеличиваться, и в целом Алхимику будет очень тяжело стоять. Да и, блин, Урса вообще раздирает просто Алхимика за ультимейты за несколько тычек. Опять-таки, почему раздирает? Потому что у Алхимика нету вообще армора. Соответственно, Урса является отличным контрпиком Алхимика, потому что Урса это жесткий дамагер. Так что вот такая тема, и при этом еще он является и метой 85-й карты. Это значит, что мета на мету это уже хороший плюсик. Плюсик это очень хорошо. Соответственно, вы будете давать метовым героям отпор метовым героям. Это уже очень хорошо. Следующий персонаж, который у нас тут есть, это, конечно же, Дум. Дум сможет уничтожить Алхимика, не дав ему заюзать ультимейт. Ультимейт у Алхимика позволит ему очень сильно регениться. Если вы Думом предотвратите включение ультимейта на Алхимике, то спокойно сможете за души. Не говоря уже о том, что на стадии Лайнинга немного у нас Дум будет посильнее, потому что Дум сможет с помощью Скорчета очень хорошо нагнетать Алхимика и не давать ему фармить на ранней стадии. Конечно же, это все очень хорошо, но самое главное контра это Дум. Кинули Дум до ультимейта Алхимика и все у вас вот так. Следующая контра, которая у нас тут есть, это Хускар. Хускар в целом вообще немного средненько подходит под контру, но в целом на стадии Лайнинга напрягает. У Хускара у нас нету армора, в принципе нету армора, то есть смотрите, на 25 левеле 6 армора, у Алхимика 5, и Хускар все равно может убивать Алхимика, но с трудом. В начальной стадии конечно с трудом, потому что Ацит будет очень сильно бить, но с появлением Армлета он просто не даст шансов Алхимику, ну реально не даст, просто если, ну как правило Алхимика качают без стана даже в единицу, да даже стан в единицу Хускар сможет пережить и убить Алхимика. Если примерно Армлет на Армлет и по 6 левелу, мне кажется все-таки Хускар будет посильнее, но не знаю, этот персонаж тоже я включаю в контрпик, потому что, ну считаю все-таки Хускар это Хускар, это не Алхимик, Хускар мне кажется поживучее, потому что регену Алхимика тут базовый 100 хп получается, у, а, у, у, а, у, а, у, а, что за это сразу песня какая-то вспоминается, у, а, у, а, вот это типа ягони вода, ладно, все, забыли. Окей, хорошо, получается, что у, у нас вот здесь Inner Vitality будет хилить от нашей силы, соответственно, хил, я думаю, будет намного больше, потому что, смотрите, 80% от Майн Атрибута это 78 силы, плюс еще, еще 50-60 силы, плюс, это получается 170 силы, примерно 120-140 хп регенерации у нас будет, при этом еще и на лоу хп у вас будет регенерация еще выше, и плюс еще фиксированные 10 хп регены, и того, соответственно, у Хускара будет от хил намного больше, чем у нашего Алхимика, которого мы пытаемся законарить, соответственно, я думаю, Хускар передамажит все-таки, так что такая тема. Гандариус, почему здесь стоит Гандариус? Гандариус может дать возможность увидеть, сколько золота на данный момент у Алхимика, если Алхимик попытается рашить, попытается зарашить этот Сакрит, вы сможете кинуть на него трек, посмотреть, сколько у него там золота, ага, а у него там уже 3000, ребята, надо срочно гангануть, чтобы задушить, ну и, конечно же, так как Гандариус тоже является каким-то, ну, семи-дамагером и в целом роумером, он не будет давать Алхимику ничего, ведь с руки в гангах, конечно же, и с орбов-веномом он сможет наносить очень хорошее количество урона до 6 уровня Алхимика, тем самым не дать ему такой фастовый буст и остановить его, просто остановить и все. Следующий персонаж, который у нас есть, это Морфлинг. Морфлинг, это вообще классная тема против Алхимика, тем, что он сможет, во-первых, в случае, если Алхимик уже выформил радиенс, вы будете брать его реплику и фармить его репликой с его монеткой, это годно, вот, ну, просто, я не знаю, те, кто фишки смотрит, этой давно фишкой пользуются и, конечно, все знают. Также у нас Морфлинг является очень сильным дамагером и в лейтгейме, конечно, Алхимику тяжеловато, но если у нас будет Морф на небольшом бусте, он просто будет его убивать с прокаста, а именно, будет через Адаптив Страйк, через Эзерил и, конечно, через Вейвформу будет уничтожать. Следующий контрпик у нас, который тут есть, это Мипа. Мипа, в принципе, является очень неприятным персонажем. В лейтгейме, я думаю, шансов под Хиксом просто нету у Алхимика, потому что он сможет просто этими пятерами Мипа просто уничтожать этого Алхимика, и я считаю, что это дельный контрпик. Пока Алхимик фармит начальные артефакты, Мипа, Гангейт или выфармливает чуть-чуть медленнее, но по левелу немного быстрее выходит он. То есть Алхимик, если без стаков и Мипа со стаками, то Мипа его легко перефармит, но в целом, я думаю, шансы тут немного равны будут, но не знаю, это опять-таки вы можете обсудить в комментариях, то есть мое мнение может подвергаться какой-то огласке, в случае, если вы не согласны, пишите в комментариях, но в целом, я думаю, что Мипа очень хорошо тут светится в контрпике и, конечно же, если кто-то умеет на Мипа и очень хорошо играет, то Мипа спокойно сможет поддушить Алхимик. Следующий персонаж, который у нас тут есть, это Легион. Легион это персонаж, который имеет огромное количество дамаги и в целом, на ранней стадии, стоя one by one на Миду, Легион должен брать инициативу в свои руки за счет Адхила, за счет Отца и за счет большой скорости передвижения, которая будет позволять догонять Алхимика и уничтожать его просто на ранней стадии до покупки Армлета и до прокачки шестого уровня. Это очень годно, ребятки, поэтому вот такая вот у нас тема, вот такой вот у нас контрпик имеется, вы также можете дополнить этот контрпик внизу, конечно же, написать свое мнение и то, что мне понравится, я, конечно же, пролайкаю, а те комментарии, которые там типа а вот это ты забыл, а это ты не сказал, хотя на самом деле я сказал, я буду удалять для того, чтобы ребята ознакомлялись и более информативно приводили примеры внизу в описании. Так что вот такая тема, ребятки. Что ж, перейдем к следующей ветке, а именно корм для Алхимика и давайте посмотрим, кто же у нас там. Кормом для Алхимика у нас будут такие персонажи, которые не способны ему ничего нанести в целом, а именно персонажи, которые будут уязвимы под его вторым спеллом, уязвимы под первым спеллом, в общем, безарморные также персонажи и в целом, которые не смогут ничего противопоставить уже когда Алхимика будет шестой уровень и он будет жестко уже на большом таком, ну, на небольшом, давайте, образно говоря, подфарме, то есть там будет уже какой-то армлетик и все, то есть раскачанный стан, раскачанный стан в двоечку и армлетик, образно говоря, и восьмой уровень. Смотрите, у нас тут имеется Тайд, Тайдхантер, в принципе, на лайне не способен ничего будет сделать Алхимик, он будет просто его отзонивать Ацидом, но Тайд может третьим спеллом, конечно, огрызаться, у Алхимика нету армора, а у Тайда у нас все является физикал дамагой, и в принципе, Тайд сомнительный корм, но все равно Алхимик может справляться, также у нас кормом будет являться у нас тут Некролайт, Некролайта вообще все плохо с армором, и он спокойно не сможет находиться рядом с Алхимиком, он будет постоянно в напряжении, но и Алхимик, конечно же, сможет его поддушивать, он просто будет его отзонивать Ацидом и спокойно душить, так как у нас Алхимик медовый персонаж, все вы знаете, соответственно, отходить от Ацида нужно и не получать урон, но Алхимик у нас может также пострадать от Некролайта, сомнительный, тоже сомнительный корм, но так как у Некра немного ХП и немного армора, Алхимик будет за счет своего второго спела, который бьет физикой, и также наносить много урона. Следующий персонаж, который у нас является кормом, это, конечно же, Пак. Если вы поймаете Пака под вторым спеллом с помощью Дайгера, то, конечно же, я думаю, вы сольете его за пички 3-4, потому что под минус с армором, под станом, плюс небольшая скорость атаки с армлетиком не дадут Паку ничего сделать. Ну, на Меду, конечно же, Пак проиграет, потому что будет стоять под вечным Ацидом. Следующий корм это Икарус. Феникс у нас, когда будет ультовать, Алхимикс спокойно сможет его сбивать. Несмотря на то, что там будут какие-то запиливания и ДПСы, конечно же, у нас у Алхимика хорошая скорость атаки, он сможет сбить яйцо и, конечно же, прохиливаться под его ДПСами с помощью своего ультимейта. Тем самым, делая Алхимика неуязвимым против Феникса. Но Феникс чистым уроном может, конечно, также наносить. Тоже сомнительная контра, конечно же, вернее, не сомнительная контра, а сомнительный корм получается. Но, в целом, так как нету армора, Алхимик преобладает. Окей, следующий персонаж, который у нас тут есть, это Гаргоны. Гаргона без щита для Алхимика это Крип. Смелый Крип, который будет давать корм. Алхимик, как правило, перефармливает и с помощью того, что у него уже будет Даггер ради кормлет, спокойно сможет на 15-й минуте убивать вот эту Гаргону. Он просто будет на ней кормиться. Она даже не сможет нажать Сталнгейс, потому что она будет просто стоять в стане, он снимет ей ману быстренько и уничтожит. Но в Лейтгейме, конечно же, у Алхимика против Гаргоны будут небольшие проблемы. Небольшие, это мягко сказано. Следующий персонаж, который у нас тут есть, это Иес. Иес также будет являться кормом, когда у нас у Алхимика будет небольшой буст, вы спокойно сможете убивать Иеса с помощью одного прыжка и трех тычек. Просто прыгнули, застанили, поцид кинули и три тычки нанесли под армлетом, Иес рассыпется. Один из самых любимых моих персонажей, который будет кормить, это, конечно же, Дирги. Когда Дирги ставят томбу, выходят маленькие зомбики. Все вы знаете, что зомбики не дают золота, но у Алхимика с помощью монетки может накапливаться вот это максимальное золото с этих зомбарей. Вы просто можете стоять под томбой и, конечно же, кушать этих крипчиков в начальной стадии. Но, но чуть-чуть попозже, конечно же, зомбаря нужно будет все равно убить. У него нету армора и он такой же, в принципе, как и все. Он просто мешок избиения. Вы сможете спокойно его убивать. Просто влетай в него, давай от него стан, ацид и, конечно же, забрать спокойно. Спектра. Спектра в начальной стадии не такая сильная, как Алхимик. Алхимик с легкостью ее перефармливает, но главное понять грань, а именно пик формы своего персонажа. Пик формы Алхимика это примерно 25-35 минута. Далее уже, конечно же, намного тяжелее. В случае, если против вас играет Спектра, вы должны собрать, конечно же, молнию и спокойно сливать ее иллюзии. Тогда у вас будет больше шансов противостоять Спектре, ведь Спектра в лейте это очень сильный оппонент. И, конечно же, Алхимику просто нужно перефармить и не доводить каточку до лейта, чтобы Спектра, конечно же, не газовала. Но в ранней стадии Алхимик ее просто чпокает. Так что, ребятки, вот так вот. Далее, кто у нас тут есть? Ланайка. Ланайка это самый настоящий корм для всех, у кого есть какой-то ДПС. Для Веномансора, например, например, для Вайпера это просто корм, для Пуджа. И, конечно же, Ланайка не исключение. Против Алхимика Ланайка ничего не может сделать, и Алхимик просто отсидом ее зонит, и потом под станом просто уничтожает за несколько тычек. Просто Крипчик. Еще мне нравится Энигма. Энигма, конечно, Энигму я сюда не вставил, но я вспомнил о том, что ее Идалоны тоже очень хорошо кормят Алхимика, и все в таком роде. В общем, для Алхимика корм все то, что не имеет армора. Вот, например, аппарат, это будет тот же самый корм, но он и контрпик, потому что у аппарата нету армора, но у него есть Айс Бласт, так что вы с легкостью сможете убить аппарата, но если вы ошибетесь, и он успеет ультимейт, то, скорее всего, вы можете погибнуть, если оппоненты на вас накинутся и уничтожат. В общем, список корма у нас такой себе. Основной корм это, конечно же, вот, смотрите, раз, два, три, четыре и пять. Это ваш основной корм. Ребятки, некоторые говорят, а что ты эншентов не стакаешь? Я вам сейчас скажу, почему я не стакаю эншентов. Не важно количество золота за добитого, вот, за вот добитого вот этого крипа. Важно количество крипов. И чем слабее эти крипы, тем лучше. Вот тут иногда ревствуются тролли, и вот тут, вот, вот эти вот. Этот джуманакс создает двух скелетиков. Если обычный герой получается этих скелетиков 16 золота, то алхимик получит 100. Я думаю, вы поняли, к чему я клоню. Одна тычка, две тычки, 100 золота, две тычки, 16 золота. Разница, я думаю, ощутима. Поэтому, ребятки, корм вот этот тоже очень хорош. Где нету армора, там алхимик победит. Также и наоборот, где нету армора, там алхимик, конечно же, проиграет. Да, получается, вернее, где есть армор. Ну, короче, я уже несу фигню. В целом, я думаю, вы уловили связь. Что ж, осталось нам, конечно же, разобрать наших друзей. И давай сейчас посмотрим, кто является у нас друзьями для нашего персонажа и почему. Итак, друзья, в списке друзей для алхимика у нас персонажи, которые имеют некоторые способности. А именно, давайте посмотрим, что их объединяет. Их объединяет Disable, их объединяет какая-то возможность подсейва, а еще дать какой-то, может, допустим, армор или просто ускорить. Но это мы сейчас разберем. Смотрите, что у нас тут есть у алхимика. У алхимика нету армора, это я уже говорил. Также у алхимика есть способность, которая позволяет алхимику взорваться в случае его ошибки. Но, первый персонаж, который у нас позволит избавиться от этой конторы, это, конечно же, Омник. Омник сможет накинуть репел на алхимика. В случае какой-то экстренной ситуации, алхимик не взорвется и будет двигаться спокойно. Также у него не снимутся ХП и все у него будет очень хорошо. Также в случае В случае тяжелой ситуации сможет у нас здесь и помочь Guardian Angel или, конечно же, Purification, просто подхилить или засейвить Алхимика. Также может это еще работать у нас Абадон, здесь может также подработать, снять с него, допустим, стан в случае, если он улетел, или немножко подхилить. Но в целом это вот такая тема. Следующий персонаж, который будет для нас другом, это, конечно же, Оракл. Оракл сможет замедлить, а именно запуржить, замедлить, остановить на какое-то время, в случае какой-то опасной ситуации накинуть второй, не дать Алхимику, также получить магический урон, но он застанется. Но, а если очень тяжелая ситуация, то, конечно же, сможет накинуть на него ультимейт, и Алхимику будет все равно на всех, кто будет его атаковать. И самая главная фишка с Ораклом, это то, что у Оракла, как вы знаете, в ультимейте, хил работает в 2х, соответственно, хил Алхимика на ласт уровне будет давать не 100 хп, а 200 хп регенерации. И Алхимик, сколько бы урона не получил, может попробовать это все перехилить. Так что вот такая вот фишка, это один из, считаю, вот приятнейших персонажей, который может засейвить Алхимика. Поэтому пользуйтесь, также еще под Хускара, там, ну, это вообще вот так вот тоже у Алхимика фиксированный хил, а у Хускара не фиксированный, соответственно, хил будет намного больше с ультимейтом. Но это ничего, это вы не слышали, это я не рассказывал. Далее, кто у нас тут есть в списке, это Огр. Огр позволит ускорить фарм нашего Алхимика, кинув на него Блгласт, и в целом очень будет хорошо помогать с замедлением, плюс станом. В случае, если нужна будет помощь Алхимику на линии, конечно же, Огр придет, Огр поможет, Огр пробафает. Следующий персонаж, который у нас тут есть, это Зевс. Зевс это персонаж, который с помощью своих кнопок сможет стакать для Алхимика крипов. Это достаточно сделать вот так вот. Просто подходит у нас Зевс, юзает кнопочку и все агрятся. Даже вот эти персонажи, которые у нас являются врагами, сразу перенервничали и начали выходить. Это очень годная тема. Для стаков, крипов, для Алхимика Зевс отлично подходит. Для того, чтобы стакнуть здесь за сынтов, вам достаточно подойти вот сюда, бахнуть молнию, и все с помощью пассивки Зевса начнут агриться на вас, выйдут сюда, и вы спокойно сможете простакать. Также можно будет это сделать здесь. Можно будет подойти вот сюда, нажать в пол, конечно же, молнию и простакать. Также этот можно кэмп, и этот кэмп также можно простакать с помощью Зевса. Стаки это залог успеха для Алхимика, поэтому Зевс здесь в одном из этих списков и есть. В случае, если Зевс играет на тройке, это отличная помощь для того, чтобы пофармить Алхимику. Следующий персонаж, который у нас тут есть, это Шаман. Ну, конечно же, как я не мог его включить в этот список? Мало того, что Шаман на четверке может спокойно бегать, помогать Алхимику, так он еще может просто пробежать, подстакать и, конечно же, сделать намного лучше для Алхимика. Поэтому, ребятки, здесь у нас есть также Шадл Шаман. Стандартный набор помощников для каких-либо коров. Следующий персонаж, который у нас тут есть, это Эридар. Эридар перед дракой, видя, что Алхимик напрягает скляночку, сможет спокойненько либо засейвить его, в случае, если Алхимик не успевает откинуть, или, конечно же, попробовать накинуть на оппонента и, тем самым, для Алхимика сделать небольшой спейс по времени, чтобы Алхимик раздул второй спелл и, как только из Астрала вылезет оппонент, Алхимик туда сразу закидывает склянку и, конечно, под вторым спеллом они вместе разносят. Очень хорошая тоже комбинация, поэтому пробуйте, делайте, играйте. Я думаю, вам эта тема понравится. Следующий, кто у нас там стоит по списку, это, конечно же, у нас, по-моему, Лич. Лич, да, Лич это персонаж, который сможет помогать Алхимику на ранней стадии дать ему армор, ведь у нас армора очень мало и, соответственно, против вот этих всяких контрпиков, а именно против Бонника, против Найкса, будет чуть-чуть полегче с помощью армора. Конечно же, Лич бафает армор и все, Алхимика становится хорошо, не считая того, что Алхимику может он помочь замедлением, а именно, он будет приходить в ганг, может быть, там, замедлит кого-нибудь и Алхимик спокойно сможет с Личом забрать в паре кого-нибудь. Но самая основная фишка, это, конечно же, баф на армор, потому что Алхимика с армором все очень плохо. Следующий персонаж, который у нас тут есть, это Даззл. Даззл тоже очень хороший сейвер, сможет закинуть крест, сможет подхилить, а самое главное, это, конечно же, пробафает перед дракой ультимейтом и даст то, чего нет у Алхимика, а именно, не слышу, чего там не хватает, конечно же, армора. Все вы это уже прекрасно слышали. И Даззл будет отличным персонажем в этой теме. Да и в целом, хороший саппорт, который может подстакать для Алхимика, это годная тема. Так что вот такая приколюха. Ну и одним из самых приятнейших тоже, не считая Оракла и, конечно же, Омника, у нас тут будет Висп. Висп у нас является тоже очень хорошим, интересным персонажем для Алхимика, который сможет спокойно пройти в лес, подстакать крипов, подсейвить, отнести куда-то, захилить. Все именно то будет делать, чего так не хватает Алхимику. Может спокойно вот так вот тпхнуться, там подстакать, что надо сделать, забрать на базу, и это будет полноценная нянька для нашего Алхимика, для того, чтобы Алхимик фармил быстрее. Также на Виспе можно будет нажать Виспиков, вот здесь вот примерно на 50, ну на 50 секунде поднимаем, на 53 раскручиваем, пробегаем в круг, агрим всех, стакаем. И также тут можно будет простакать, вот этот кемп я не простакал, но этот простакал, ну на горячую руку с холодной головой, как говорится, в печку не лезут. Я сам только что это придумал, ставь лайк, если первый раз это слышишь и подумал, что это что-то годное. Ладно, по сути вы поняли. Вот такие вот, ребятки, у нас здесь друзья. Я надеюсь, вы сегодня поняли, как надо законтрить Алхимика. Кто у нас есть тут в контрпиках, кто у нас есть в корме, также ваше мнение писать в комментариях тоже очень важно. Ребятки, гоу, душите комменты. Конечно же, очень будет приятно, если вы будете, конечно же, проявлять жесткий актив на этих видосах, потому что эти видосы, в принципе, не тяжело монтировать, но вот с 12 я сижу уже 4 часа, и видос я еще не доделал. Оно примерно где-то к часам 5-30, я думаю, смонтирую до конца. И в целом видосик, надеюсь, вам понравится. В общем, держите у себя в голове, что надо делать, чтобы Алхимику было плохо, и что нужно делать, чтобы Алхимику было хорошо. Видите стаки? Предотвратите стаки. Видите монетку? Заберите монетку. Видите Алхимика? Убейте Алхимика. Так что вот такая тема, ребятки. С вами был Ксеназос, спасибо всем за просмотр, всем пока, всех целую, обнял, там все дела, вот эти, не носите маечки, как у меня, все. Гейл. Просто как Аж2у. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok